МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стороны также активно развивают инвестиционное сотрудничество. Индонезийские компании намерены вкладывать средства в фармацевтическую и горнодобывающую отрасли Казахстана. Я хочу отметить, что торговля между нашими странами увеличивается с каждым годом. В 2017 году двусторонний товарооборот достиг почти 53 миллионов долларов. А в 2018 году этот показатель составил уже около 60 миллионов долларов. И в этом году за последние три месяца первого квартала наша торговля достигла 143 миллионов. Так что это большой рост. Активно развивается и межкультурный диалог. Так в Нур-Султане уже три года работает Индонезийский культурный центр. Здесь посетители могут разучить национальные танцы и научиться играть на традиционных музыкальных инструментах. Кроме того, в центре проходят языковые курсы. Посольство Индонезии и культурный центр регулярно организуют различные мероприятия, которые ещё больше способствуют сближению двух народов. В этом году у нас будет празднование независимости Индонезии 17 августа. Но наш официальный приём пройдёт 20 сентября. Как и в прошлом году, мы собираемся провести культурный перформанс из Индонезии. Также, помимо проведения этого выступления и приёма, мы планируем продемонстрировать это культурное представление в других местах. Например, в прошлом году такое проводилось в торговом центре и Евразийском национальном университете. Надеемся, что в этом году мы сможем показать выступления наших артистов как можно большему количеству людей. Сфера образования – ещё одна область соприкосновения для двух стран. Индонезия представляет различные стипендии для казахстанских студентов. Благодаря им они могут обучаться в магистратуре в индонезийских вузах, а также изучать язык и культуру этой страны. Бахчевые на экспорт. Казахстан отправляет арбузы на российский рынок. Особым спросом пользуются полосатые ягоды из Казаларлинской области. Здесь, кстати, в этом году ожидают небывалый урожай. Половина уже собрана. Только арбузов здесь высадили на 650 гектарах. За насыщенные вкусовые качества и цвет отвечали не только сельхозпроизводители, но и местные учёные. Проведя агрохимический анализ почвы, мы помогаем фермерам получить высокопродуктивный урожай. Так, наука поддерживает развитие семейного бизнеса на селе и фермерского хозяйства. Отметим, агропродукция Казалардинской области особенно популярна на рынках российских Тюмени, Челябинска, Кургана и Магнитогорска. Туда прямо с полей уже отгружено больше тысячи тонн экологически чистых ягод. Кстати, стоимость арбузов зависит от срока их созревания. В начале лета они дороже, а в августе дешевеют. Тем не менее, труд агрария весьма востребован. С одного гектара бахчеводы получают в среднем 30 тонн арбузов. Умножьте на 20 тенге и посчитайте разницу. Получается, кропотливый труд Дихкан в один сезон вознаграждается в 400-500 тысяч тенге. Однако бахчеводы не намерены останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с немецкими бизнесменами планируют запустить цех по производству арбузного сока. Продукцию также будут отправлять на экспорт. Совет сотрудничества тюркоязычных стран примет участие в первом Каспийском экономическом форуме. Напомним, он пройдет 12 августа в Туркменистане. Представители этой международной структуры также станут участниками Каспийской выставки инновационных технологий и других мероприятий, которые пройдут в рамках форума. В Душанбе обсуждены вопросы укрепления развития таджикско-германских отношений. Напомним, страны подписали соглашение о финансовом сотрудничестве на 2017-2019 годы. Общая сумма взаимодействия – 27 миллионов евро. Средства будут направлены на реализацию проектов по усилению развития сельских районов и строительство гидроэлектростанции Сибзор. Запланированная мощность малой ГЭС – 10 мегаватт. Евразийский банк развития поддержит реализацию проектов в Таджикистане. В июле Фининститут, Государственное экспортное страховое агентство Казахстана и Таджикские железные дороги подписали соглашение о взаимопонимании, в рамках которого планируется в том числе приобретение новых локомотивов. Стоимость проекта – 40 миллионов долларов. В августе вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Турцией о сотрудничестве в туристической сфере. Оно нацелено на расширение взаимодействия в отрасли, совместном привлечении инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, ознакомлении граждан двух стран с достижениями в области науки, культуры, с природой, историей, традициями и достопримечательностями. Также в соответствии с соглашением стороны будут способствовать продвижению и совместных туристических маршрутов и брендов, таких как Великий Шелковый путь. Эффективное использование водных ресурсов – одна из целей ООН в области устойчивого развития. Этот вопрос остаётся актуальным и для стран Центральной Азии. В регионе ведётся сотрудничество в сфере водопользования. Наряду с местными программами, которые направлены на сохранение природных ресурсов, выделяются и международные гранты. Один из них выиграл казахстанский фермер Тлеугабыл Есенбеков. За счёт средств, выделенных по программе ООН, он восстанавливает водохранилище. Платину размыло в 2015 году, и водоём исчез с карты региона. Без поливной воды оказались близлежащие фермерские хозяйства. За последние годы стало много деградированных пастбищ. Никто не хочет ехать на Жайляу, расположенный поодаль. Если мы сможем восстановить плотину, то эту воду смогут использовать все – соседи и другие фермеры – для того, чтобы поить животных. Во-вторых, нужен лиман, и вода, которая будет собираться, образуя водоём, будет способствовать росту растений. Инициативу фермера по воссозданию водохранилища поддерживает и управление природных ресурсов. Специалисты подчёркивают, такие проекты важны для региона. Отметим, в целом, за последние пять лет за счёт средств областного бюджета здесь были восстановлены 50 водоёмов. Для восстановления водохранилищ требуется 96 миллионов тенге. В прошлом году восстановили 31 водоём. Сумма гранта, выделенная программой развития ООН – 30 тысяч долларов. Для уговы Есенбеков уверен – после восстановления плотины сюда придёт вода. Драгоценная влага позволит расцвести близлежащим хозяйством. В дальнейших же планах фермера – разводить водохранилище рыбу. Очередное ноу-хау от казахстанских учёных. Молодые исследователи разработали устройство, благодаря которому можно легко очистить питьевую воду. Несмотря на небольшие размеры, а модель легко помещается в кармане, оно способно перерабатывать до 50 литров воды в день. А на этот образец установили фильтр. Теперь его можно использовать для очистки воды даже в лабораториях или на производствах. Установка не имеет аналога в стране. Разработчики уже получили отечественные и евразийские патенты. Устройство очищает не только воду, но и другие жидкости. Это в будущем позволит создать аккумуляторы, которые работают на жидкой основе. Сфера применения в медицинской практике. То есть мы совершенствуем методы фильтрации воды через акустические волны. У нас сейчас идет разработка наносенсорики на основе наших трековых мембранов. То есть с помощью данных сенсоров мы можем увидеть очень низкие содержания металлов в растворе. Сверхнизкие концентрации. Инновационные изобретения казахстанских молодых ученых громко заявили о себе на международной арене. Недавно проект студентов Назарбаев университета был признан лучшим на международном конкурсе в Барселоне. Традиционно здесь презентуют работы молодые ученые из разных уголков мира. Отечественный электроскутер с аккумулятором мощностью 150 Вт способен преодолевать 20 километров. Он отвечал и остальным требованиям престижного конкурса. Тем не менее, разработчики продолжают усовершенствовать свое творение. Эргономика этих скутеров была протестирована. Он прошел еще один тест под дождем, под которым он смог продержаться минуту. Была проверена его способность движения. Например, скорость и сколько километров может проехать. Кроме того, маневрирование. И по итогам всех испытаний мы заняли первое место. У наших скутеров есть приложение для смартфонов. Это означает, что пользователь может управлять им только через эту программу. Набрав пароль через Bluetooth, его можно включить. Другие люди не смогут воспользоваться. Тенденция последних лет. Молодые ученые объединяются в группы и совместными усилиями создают прорывные инновационные проекты. Коллективный труд разработчиков сегодня активно поддерживается правительством республики. Отметим, что на сегодняшний день в составе ученых страны доля молодых ученых составляет 40%. Археологи обнаружили еще одну сенсационную находку в городище Бурное Октябрьское в Жамбулской области. Это череп древнего человека. Его относят предположительно ко второму веку до нашей эры. Точно определить возраст, пол и эпоху помогут украинские ученые. Для исследования в специализированную лабораторию отправлены фрагменты костей. На глубине трех метров мы обнаружили череп древнего человека. Это неожиданная находка. Кроме этого, нашли кувшины, ручную дробилку. Благодаря найденным вещам мы сможем узнать, как жили наши предки. Считаю, что это городище очень уникальное в нашей стране. И я рад, что принимаю участие в раскопках. Городище Бурное Октябрьское в арабских летописях прозвали Бархуап. Но это пока не подтвержденная гипотеза. В 1895 году официальное описание населенному пункту одним из первых дал русский востоковед Василий Бартольд. Ученый разделил его на три части. Сейчас в каждой проводятся археологические раскопки. Среди находок – кусок расплавленного шлака. По мнению следователей, это свидетельствует о том, что здесь когда-то были расположены печи для изготовления гончарных изделий. Чтобы сохранить первозданный вид городища и ничего не повредить, археологи впервые провели подземные раскопки. Полностью сохранились стены, сохранился потолок в виде купола. Потолок здесь куполообразный. Если посмотреть, то вот стена идёт, вот она. И выше уже кладка сердцовых кирпичей, не в горизонтальном положении, а в ёлочку. Вычищали эту комнату. То есть она была полностью забутована грунтом, забутована обломками сердцового кирпича. Почему? Потому что люди, когда ушли отсюда, они не просто бросили это здание, этот объект. Они надеялись ещё вернуться. Местные археологи предполагают, что объект относится ко второму-первому веку до нашей эры и является одной из крупных летних резиденций кангюйских вождей. А вот японские коллеги склоняются к другой дате. Заложили ещё дополнительные шурфы и на глубине 3-4 метров взяли угольки и почву, которую отправили в Японию, в город Нару, в университет, где японские специалисты сделали углеродный анализ и определили возраст этих угольков как 1645 лет. Ну это где-то примерно 4 век нашей эры. То есть получается, что культурные слои 10-13 века – это последние слои. То есть город ещё древнее. За несколько лет раскопок древнего городища Бурно-Октябрьской археологи обнаружили около 3,5 тысяч артефактов. Они подтверждают, что древние кангюйцы были не только кочевниками, но и земледельцами. Отметим, все работы ведутся в рамках программы «Рухани Жангару». После их завершения здесь появится музей под открытым небом. Объект уже вошёл в карту сакральных мест Джамбулской области, а позже его включат в республиканскую. Специалисты уверены – уникальное историческое место станет популярным среди туристов. С каждым днём увеличивается количество участников челленджа, посвящённого 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Эстафету, ставшую уже международной, поддержали в Кыргызстане и Азербайджане, Татарстане и России, Франции и Японии, а также в США. Прочитал отрывок произведения на узбекском языке и спикер законодательной палаты Оли Мажлиса Узбекистана Нурдинджон Исмаилов. Он подчеркнул символичность проведения поэтического марафона в год Казахстана в Узбекистане, что является знаком дружбы, культурной и духовной общности двух народов. Поддержали литературную эстафету и в Казахском национальном культурном центре Айшабиби в Семее. В импровизированной юрте у Дома дружбы приготовили национальные блюда, пели песни и декламировали стихи великого поэта. Всего прозвучало около 10 популярных и забытых произведений Абая. Сегодня мы видим, что к этому присоединился весь мир, который также читает стихи и произведения великого мыслителя. Творчество Абая Кунанбаева известно всем. Национальный спутниковый телеканал Казахстана «Казах-ТВ» теперь доступен и через спутник «Тюрксад». Агентство «Хабар» заключило договор с одним из ведущих операторов спутниковой связи в мире на ретрансляцию канала. Вещание «Казах-ТВ» на спутнике «Тюрксад» стартовало 9 августа. Таким образом, казахстанский информационно-познавательный телеканал вещает для 20 миллионов абонентов спутникового телевидения на территории Турции. Отметим, «Тюрксад» является крупнейшим оператором этой страны, и предоставляющим все виды спутниковой связи. Компания оказывает телекоммуникационные услуги на большой территории, распространяясь на спутники Азии и Африки. Вывести на новый уровень искусства Казахстана намерены отечественные мастера живописи. Сегодня в нашей стране работают свыше тысячи художников. По их мнению, картины казахстанских авторов смогут стать узнаваемыми в мире благодаря участию в международных выставках и фестивалях. Кроме того, внимание зарубежных искусствоведов привлечет и организация пленеров, вернисажей в нашей республике. Казахстанская культура и искусство очень ценятся за рубежом. Но многие путают наших художников с иностранными. Тем временем у нас много талантливых художников. Поэтому мы должны знакомить жителей других стран с работами наших авторов, выставлять их произведения на международных выставках, приглашать иностранных художников к нам. Особое внимание вызывают у зарубежных ценителей искусства работы в национальном стиле. Многие художники делают ставку на богатую историю, древние традиции и яркий колорит страны Великой Степи. Картины казахстанских мастеров кисти хранятся в музеях и частных коллекциях не только Казахстана, но и других государств. Сейчас популярен диджитал арт. В основном художники работают в направлении контемпориации, концептуальное искусство. Многие экспериментируют с компьютерной графикой, многие экспериментируют с материалами, работают с эко-материалами, с пленкой, чтобы нам быть такой конкурентоспособной страной и интересной, чтобы к нам люди приезжали посмотреть выставки. Мы должны очень много вкладываться. В Союзе художников подчеркивают, важным аспектом продвижения казахстанского искусства является непрерывное повышение образования и обмен опытом с зарубежными коллегами. Кстати, уже в ближайшие дни группа отечественных живописцев отправится на крупный международный фестиваль в Китае. Известный исполнитель Ержан Максим начал подготовку к международному конкурсу Junior Eurovision. Участие талантливого певца в состязании стало возможным благодаря членству Хабара в Европейском вещательном союзе и долгим переговорам, которые агентство вело с его представителями. Сегодня над репертуаром 12-летнего исполнителя работают композиторы. Стоит отметить, что конкурс Junior Eurovision состоится в польском городе Глевицы 24 ноября. В этом году в нём примут участие 19 юных исполнителей. Подготовка проходит очень хорошо. Пока не выбрали песню, которую я буду исполнять, я надеюсь, что смогу оправдать надежду моего народа. И, конечно же, надеюсь, что принесу Казахстану победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова